Продолжаем информбюро. Казахстанские рестораторы страдают от лжепредприятий, собирающих ежемесячные выплаты за авторские права на музыку. Только в Алматы подобных организаций больше 20. Каждый месяц на их счета поступают больше 150 миллионов тенге. Елеман Реймбеков с подробностями. С начала года к владельцам ресторанов, кафе, торговых центров и бутиков участились визиты со стороны лжефирм, предлагающих подписать договор об авторских правах на музыку. Путем угроз и запугивания штрафами они на ежемесячной основе собирают деньги у бизнесменов. Бессильны и законны, говорят эксперты. Ведь аккредитация не обязательно и нет никаких требований к авторским фирмам. Предъявить ничего не сможем. Ты же добровольно деньги дал. А то, что ты закон не знал и что эта компания не имеет, условно не будет переводить Дженнифер Лопес деньги, потому что нет у них этой лицензии. Об этом история умалчивает. Одно дело бесконтрольный финансовый оборот. Другое, почти все фирмы не аккредитованы, и у них ничтожное количество договоров с представителями музыкальной сферы. А в случае проверок со стороны надзорных органов, нелицензированная компания не берет на себя ответственность, ссылаясь на то, что в заведении должна звучать только определенная категория песен, с которой обычно даже не знакомят владельцы в заведении. Штрафы за нарушение авторских прав доходят до 45 миллионов тенге. То есть запросто можно разорить бизнес. Чтобы таких моментов не было, лучше рестораторам заключать договоры только с аккредитованными организациями. Всего в стране пока что две аккредитованных компании. Это Республиканское Казахстанское авторское общество и частная фирма Аманат. Договоры на проигрывание отечественной и зарубежной музыки есть только у них. Елеман Рейнбеков, Думан Сулеменов, Информбюро, Алматы.